МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тоже, видимо, хотел что-то сказать про выборы. Я, честно говоря, еще не смотрел российскую картину. По России есть несколько очень интересных результатов. Сейчас еще точных совсем нет. Они появятся ближе по предварительным. Там и в Хакасии. Ой, да много где интересных. Хорошо, почитаю после эфира. Вчерашний день, 9 сентября, в воскресенье, запомнился в том числе и благотворительным марафоном Ветские холмы, который прошел в нашем городе. Причем, насколько я понимаю, впервые бежали классическую марафонскую дистанцию. 42 с небольшим, 42 километра, 200 метров. Я вчера наблюдал за бегунами, в силу того, что вчера детская познавательная программа, открывашка была, и видел перекрытые дороги, и самих легкоатлетов. Как-то очень чувствовалось, что очень все здорово. И организация, и такой дух спортивный присутствует. Вот сегодня будем иметь возможность мы об этом поговорить, подвести итоги Ветских холмов. После 12.00 одни из организаторов будут у нас в студии. Хотя говорите, что когда слово легкоатлетное, про человека, который 42 километра берет слово, как-то легко тут плохо укладывается. Я бы их назвал скорее тяжелоатлетами. Тяжелоатлет — это, к сожалению, уже другой вид спорта. В первом части будем поднимать тему, которая касается абсолютно каждого из нас, потому что все жители города получают, да и не только жители города получают платежные аквитанции. Нужно часть, собственно, семейного бюджета выделять для того, чтобы рассчитываться по всевозможным платежам, в том числе по коммунальным. В общественной палате Кировской области работает региональная группа общественного контроля за формированием и соблюдением тарифов на жилищно-коммунальные услуги в нашем регионе. И вот мы имеем честь сегодня впервые в нашей студии приветствовать руководителя. Руководителя. Первое лицо этой группы — это Евгений Васильевич Сметанин. Евгений Васильевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. И, как я полагаю, тема нашего разговора она следует просто из названия этой группы. Ну, у нас перекликаются эфиры. Александр Александрович Галинских у нас был в четверг, да, у нас в гостях. И мы говорили о новом созыве общественной палаты, о грядущем гражданском форме. И вот как раз-таки Сан Саныч... Кстати, привет передавал Николаю Голикову, Сан Саныч. Ну, давай тогда, это уже по радио привет. Сан Саныч, привет! И он, собственно, рекомендовал Евгения Васильевича, мол, пригласите специалист, очень погружен в данную тему, тему тарифов. Мы об этом поговорим. И сегодня, кстати, в общественной палате, да, Евгений Васильевич, в три часа дня назначено заседание рабочей как раз-таки группы. И мы вот в преддверии, за несколько часов до начала этого заседания, хотим поговорить по дне эту тему. И муниципальный тариф на содержание ремонта жилья, и тариф на общественный транспорт. Доступность тарифов для населения. При тарифничном росте, да. Да. Напомните, пожалуйста, или, не знаю, впервые поясните, вот, цели созданной этой рабочей группы при УПКО. Хорошо, большое спасибо, что вы меня пригласили. Действительно, эта тема нуждается в таком освещении публичном, чтобы наша рабочая группа действительно, ну, она не нуждается особо, потому что мы постоянно как бы в информационном поле присутствуем. Но хотелось бы сказать несколько слов о вообще причинах создания этой группы. Она появилась на основе решения Общественной палаты Кировской области от 31 января 2018 года. И продиктована, в общем-то, такими потребностями общественными, в первую очередь, понять, почему год от года растут тарифы, а не снижаются. Или хотя бы зафиксировать их на каком-то одном уровне, да, заморозить. И более того, они растут больше, чем индекс инфляции, потому что с определенным опережением мы идем по отношению к инфляции. Это первое, как бы, такое направление нашей деятельности, понять вот эти механизмы этого всего и оценить, дать эту оценку общественностью, вот, этого тарифа. Второй вопрос, это вопрос о том, о качестве услуг, оказываемых монополистами. Вы знаете, что тарифное регулирование осуществляется те, кто оказывает вот эти монопольные услуги. Речь идет о электричестве, тепле, тепло. Вода холодная, водоотведение. Вода холодная, да, да, да. Ну и последнее сейчас уже новое, это мусор, да, все, что связано с мусорообразованием и его, значит... Вывозом и утилизацией, да. Вывозом и утилизацией, да. Вот это направление, то есть качественная сторона этих услуг, то есть удовлетворено ли сегодня население Кировской области качеством этих услуг, ну, мы сами видим, что удовлетворения здесь серьезного нет. Почему? Потому что зимой либо холодно, либо жарко по отоплению. Ну, может быть, и по электричеству постоянные жалобы, особенно в районах, это отключение электричества. Особенно в летнее время, там просто сплошняком рядом читают, что там и там отключили, там и там отключили. И все ведь отключают для того, чтобы что-то отремонтировать, и чтобы стало лучше, а потом еще больше отключают. То есть в этом смысле надежность электроснабжения, особенно в сельской местности, мы видим, что оно тоже как-то, ну, ожидаемо не растет. И третий вопрос, который мы тоже хотели каким-то образом посмотреть и оценить, это вопрос, связанный, а что будет завтра? И вот завтра, нам говорят, должно перейти, значит, на, во-первых, ну, уже мы перешли на то, что тарифы у нас, горизонт установления тарифов был раньше ежегодный, потом стал на три года, сейчас вот на пять лет. И дальше речь пошла уже о том, чтобы заключать концессии, конституционные соглашения с таким расчетом, чтобы вот этот горизонт расширить до, там, 30 лет. В рамке конституционного соглашения до 2053 года, да, по-моему? Ну, на 30 лет, да, чтобы заключить это конституционное соглашение. Поэтому мы тоже хотели понять для себя и дать какую-то общественную оценку вот этим всем намерением, в том числе, заключить вот это конституционное соглашение по теплу, ну, и у нас на очередь по теплу, во всяком случае, речь ведется уже практически около года, да. А в последнее время стали активно обсуждаться вопросы, связанные с конституционным соглашением по водоснабжению и водоотведению. Вот эти три направления. Была сформирована общественная такая региональная группа. В состав ее вошли и члены общественной палаты, и не только члены, но, скажем так, представители других. Ну, депутат у нас городской есть Шлемензон, да? Юрий Львович. Юрий Львович Шлемензон, да. Значит, есть у нас представители, как и других общественных организаций. Это профсоюзы, значит, есть представители, значит, как сейчас их называют, общественники. Ну, я считаю, что это просто такие активные, наступательные, смелые граждане, которые не безразлична судьба нашего города, и поэтому они в составе. Есть представители домовой такой общественности, то есть речь идет о... Которые активисты-жильцы, которые тоже делегировали членов нашего общественного региона. У руководителя каких-то местных групп, там, ТСЖ, не знаю. Ну, да. Домком, там, да, у всех разные. Старшие по домам. Старшие по домам, да. Вот такие люди, они тоже очень активны. Вот, Евгений Васильевич, вопрос такой, смотрите, вот вы называете тех, кто вошел в эту комиссию, ведь система тарифа образования, там ведь сам черт ногу сломит, это же сложно. Да, вот хочется услышать у вас комментарии, ведь многие считают, что она непрозрачна, она непонятна. Слушай, она вот на самом деле, она как китайская грамота, потому что, когда смотришь на формулу расчета, да, вот реальную, в законе, она вот там вот такой вот занимает, и у меня вроде бы высшее образование и математику, то есть математики курс я высший закончил весь, но я все равно смотрю, у меня глаза на лоб лезут. Как разобраться вот на всем, если люди не специалисты, да. Вот ты смотришь на эту цифру, да, в платежках, через год она другая, через год другая, все выше и выше, а человек задается вопросом, а почему я должен платить больше, ведь по сути-то ничего не меняется, а вода та же, та же, качество не улучшается, почему все больше и больше денег на это уходит? То есть вопрос-то как раз в том, насколько люди обладают специальными знаниями, чтобы это понимать, чтобы это как-то реагировать на это все. Ну, я в этом смысле хотел бы сразу вам сказать, что общественный контроль ведь и не может подменить специалистов, которые региональные службы по тарифам, они же буквально там с карандашом и с компьютером просчитывают все те цифры, которые в заявке подает ресурсоснабжающая организация. В этом смысле повторять их, наверное, нет смысла. И состоит наша задача и работа в другом. Мы приглашаем этих специалистов, мы приглашаем экспертов, которые каким-то образом дают пояснение по тем позициям, которые есть. Ну и мы, конечно, вот так глобально смотрим на несколько таких, как мне кажется, системообразующих сюжетов, которые в конечном итоге потом материализуются в тариф. Ну, что это такое? В первую очередь, это, конечно, величина издержек, которые несут ресурсоснабжающие организации, которые они закладывают раз за разом. И вот мы пытались понять... Ну, или себестоимость, так называемая. Да-да-да, ну, один из элементов себестоимости. Себестоимость самой услуги. Да, вот понять, за счет чего идет рост. И мы видим, что в первую очередь этот рост обусловлен рядом элементов, которые нам кажутся, ну, не совсем обоснованными. Это, в первую очередь, например, рост сбытовых надбавок. В принципе, ну, что такое? Это разослать квитанции, да, и потом получить деньги. Но вот с бытовой надбавки там расходы на суды и прочее, прочее, прочее. И они в результате этого у нас год от года с ростом, ну, в пределах, там, 6%, ну, идут. Это вопрос. Очень вопрос для нас... Подожди, подожди, сейчас очень важную затронули часть. То есть ресурсники, поставщики услуг заранее закладывают в суммы, в том числе и те издержки, которые они понесут на разбирательство с неплательщиками. На судебные снимите аж бы. Конечно. На прения между собой. Ну, с собой нет, конечно. С собой какие прения устроить? Ну, простите, с управляющими компаниями. Ну, это да, ну, там какие, они не финансовые трения, речь идет. Я просто сказал, что один из элементов издержек, судебные издержки, но там... Но это немалые цифры, в общем. Ну, надо смотреть, значит, большие, это малые, это все надо смотреть в сравнении. Значит, следующий вопрос, который мы говорим, это вот вопрос, связанный с топливным балансом. Ведь электричество у нас, это ТЭЦы, они у нас работают с... ГАЗ, три вида топлива, уголь и ТОРФ. Причем ГАЗ, ГАЗ, это самый эффективный, да, мы говорим, но у нас специфика в Кировской области, что у нас определенная часть газа, это как бы лимитный газ, то есть назовем его условно-бюджетный, да, который по тарифу. Но его не хватает, и мы еще должны покупать так называемый коммерческий газ, который тоже сидит у нас с вами в тарифе. А это вот именно специфика только Кировской области или это везде так? Ну, специфика в разных областях, это по-разному, там, где газом обеспечены области, там, скажем так, 100 и больше процентов, там, конечно, такого нет. А у нас есть определенный дефицит. Почему? Потому что у нас газопровод основной, да, он же рассчитан там на определенный объем перекачки газа. Газификация области постоянно растет, то есть в основном растет за счет... Не такими быстрыми темпами, конечно. Ну, как хотелось бы, да. Тем не менее, растет, да. А объем-то вы не увеличите, а вот это вот соотношение, оно зафиксировано. Затруднение главное то, что вот этот магистральный газопровод, он как бы ограничен своих... Конечно, своим ресурсом, своих ресурсных возможностей. То есть и это там есть, ну и многое других составляющие, которые влияют на вот эту базовую часть тарифа. Я прошу прощения, нам сделать сейчас небольшую нужную паузу. У нас в гостях Евгений Сметанин, руководитель региональной группы общественного контроля за формированием и соблюдением тарифов на ЖКХ-услуги при общественной палате Кировской области. Буквально полминуты мы продолжим. Хорошее слово сейчас прозвучало. Ну, это, да, лично мое чувство, да, что когда смотришь на все эти вещи, соотносишь их, получается, ты понимаешь, ты ощущаешь каким-то, там, не знаю, пятой точкой своей, что тебя в чем-то дурят. В чем непонятно, но в чем-то совершенно точно. Ну что, продолжаем наш разговор. Говорим как раз. Да, оценки, формирование тарифов. То есть по тем моментам, по которым вызывают интерес у общественников, скажем так, сомнения какие-то мы начали говорить. Ну и в большой очень сфера, которой мы очень много времени отвели и специально проводили проверку этого вопроса, в тарифе есть так называемая инвестиционная составляющая. Которая перекладывается на потребителя, на население. И вот эти деньги, которые поступают в тарифе, они идут потом на развитие сетей, на развитие генерации, на формирование базы и так далее. То есть промышленный, например, по переработке отходов, я имею в виду. Все это понятно. Но когда мы посмотрели систему контроля вот здесь. То есть как контролируется именно расходование этих средств? Как формируются, во-первых, планы эти инвестиционные, что туда закладывают ресурсоснабжающие организации. Значит, порядок таков, что они формируют вот эту программу инвестиционную. Потом они ее представляют в министерство областное, энергетики и ЖКХ. Они, естественно, подключают для того, чтобы получить какое-то экспертное мнение. Институт у нас есть, проектный, который смотрит эти инвестиции. И после этого эта инвестиционная программа как бы утверждается. И в тарифе выносится сумма, которая идет потом на все эти дела. И когда мы это вот смотрим, сейчас то убедились, что вот таких инвестиционных программ поступает, ну вот начиная со второй половины, условно говоря, 2018 года на 2019 год, более 300. О чем это говоришь? Что это значит? Ну, у нас ресурсоснабжающих организаций столько. Я имею в виду, например, по теплу. Около 300. Всем этим занимается в министерстве небольшой отдельчик, в котором там работают 3 человека. С небольшим. Естественно, что посмотреть фактическую сторону этих документов никто не может. 300 планов, условно говоря, на 4 человека. Это про область мы имеем. Нет, речь идет о том, что как эти люди не просто просмотреть, они должны проверить все, обосновать, провести какие-то консультации по неясным вопросам. Это же невозможно. В общем, даже если 24 часа в сутки работать, то это нереально в любом случае. Что дальше? А дальше по факту что происходит? По факту утверждается эта программа. Идет цифра, например, условно говорю, 180 миллионов. Программа, например, Кировской теплоснабжающей компании на очередной год. Под эту цифру они должны были бы переложить столько-то труб, но километров. Не просто километрами, а конкретно там улица такая, участки все конкретно. Что происходит по факту, мы увидели там в 15-м, 16-м и частично и в 17-м году. Значит, написано там, условно говорю, улица там Ленина, улица Красноармейская, там 2 километра. В программе этих двух километров нет, не сделано. Ну, давай на все это положим 2 миллиона. 2 миллиона потрачено. Они говорят, нет, у нас оказалось, что не надо было здесь делать. Мы решили сделать на улице Пушкина или на улице Герцена. И мы эти сделали, и 2 миллиона мы потратили. Вот, если хотите, открывайте, копайте, смотрите. И таким образом вот это все длилось несколько лет. То есть цифры есть, есть какая-то конкретная программа. А вместо того, чтобы она была буквально до копейки выполнена, то есть и по факту, не просто... В том месте, где она была заявлена. Не по цифре, а где заявлена, и как было заявлено. А мы получаем просто как бы котел некий. Общий котел, которым кто-то что-то сделал. Что происходит по факту? Дальше что? Когда приходит отчет, естественно, региональная служба тарифов смотрит, здесь есть, здесь нет. Они эти 2 миллиона забирают, как бы, но из, условно говоря, 17-го года переносит их на 18-й год. И опять включает эту улицу Ленина. То есть вот идет такой вот, как бы, яролаж. Не слишком приятные слова. Приходит на ум. Мы пришли к выводу, к чему? Что система контроля вот этого, государственного контроля за ресурсоснабжающими организациями в части исполнения вот этих формирований и исполнения инвестиционных программ, она нуждается в серьезной корректировке. Евгений Васильевич, вопрос просто такой, а вот кто вообще это контролировать должен? Контролировать как бы 2 органа. Это министерство должно контролировать. Само по себе, да, министерство, так это утверждает. Оно определено постановлением правительства Кировской области, оно определено как орган контроля за этим всем. И региональная служба тарифов, они тоже проверяют. У них тоже есть контрольная функция, вот они проверяют. Совершенно верно. Более того, они проводят как бы ревизии ресурсоснабжающих организаций. Что это за ревизия? Это на 20 дней приходят 3 человека, смотрят какие-то документы, подтверждающие эти факты, и пишут потом акт. Но дойти до первичных документов, то есть до платежек, условно говоря, до процентовок, которые явились основанием на конкретных объектах, никто не доходит. Более того, когда мы стали смотреть дальше, мы вопрос подняли о том, а почему не смотрят за этим контрольно-счетная палата, Росфинадзор и другие государственные. Они говорят, а мы не можем это смотреть. Почему? А потому что это не бюджетные средства. Да, они проверяют бюджетные средства. Это деньги людей. Пусть люди их и проверяют, если хотят. Хорошо сказано. А как это проверишь людьми? Поэтому мы не просто так эту тему подняли. Мы написали записку в Общественную палату Российской Федерации. Попросили, чтобы они обратились в антимонопольную службу страны. Чтобы вот эта тема, вот этой части, она была серьезно осмыслена. Мы думаем, что вот эти средства у граждан должны быть еще в большем контроле, нежели чем бюджет. А вот сейчас, смотрите, вот эта ситуация связана с твердыми коммунальными отходами. Единый региональный оператор. Региональный оператор, ему сейчас тоже и в первые ближайшие 2-3, а может и 5 лет, вот эта инвестиционная часть, это и тарифа, и поступление бюджетных средств на развитие вот этой всей инфраструктуры переработки мусора, она будет же такая очень солидная. Солидная, это безусловно. Солидная. И мы, естественно... То есть платить сразу мы будем много, потому что надо развивать это с нуля практически. Естественно, надо строить... Вот у нас 14 мусороперерабатывающих станций должно появиться, 7 полигонов. То есть это же все за деньги. Если будет такой уровень контроля, то что мы можем получить, мы просто даже представить не можем. И мы сейчас что имеем по существу? Значит, будет федеральный бюджет выделять средства, будет выделять бюджет областное средство, значит, и будет в тариф заложено. И вот соотношение этих средств, они почти... То есть в тарифе заложено вот это инвестиционные деньги, они в пределах 40% возьмут из тарифа. Это огромные деньги. Почти половина из тарифа. Ну не почти, 40%. Ну 40% это да, это почти половина. Почти половина. То есть я к ничему нечуду. И опять получается, что федеральные деньги, оригинальные, будут проверять очень жестко и четко. Конечно. Куча органов. А вот эти вот народные, опять на уровне там общей суммы. Да, общей суммы. Что ничего не споровали, слава богу, а куда потратили? Да, и того сходится. Ага, и того сходится. Как интересно. Как-то это неинтересно, я задался скорее. Да, я понимаю, да, в том-то и интересно, что мне все так весело, да. Как проконтролировать там народные деньги? Раз государство... А ведь возникает то, что люди могут это делать. Инвестиционная составляющая идет на развитие системы. То есть система должна улучшаться совершенно. То есть мы вкладываем свое будущее. Да, свое будущее. Совершенно верно. А в итоге, получается, мы не можем понять, куда они вложены. И почему нам опять говорят, что опять на этот же участок на улице Ленина надо опять вкладывать эти 2 миллиона. Хотя, если кто вспомнит, кажется, 2 года назад уже вкладывали, да. А на самом деле, смотришь, там даже раскопок-то не было. Ну и вот вы говорили лукавые цифры. Вот сколько у нас игры вокруг цифры. Она меня даже немножко забавляет. Цифры, связанные с том, что у нас сети находятся как бы не в нормативном состоянии. И все время говорят про разную цифру. Значит, я посмотрел в тарифе, там варьируется эта цифра в районе 56-58%. Недавно читаю... 56-58? Не в нормативном состоянии. Да. У меня на слуху 90-е больше. А я недавно читаю, по-моему, неделю назад. И там сослались на Береснева Сергея Александровича, что якобы... Т-плюс. Т-плюс, да. Что вот, значит, изношенные сети составляют 90%. Есть такая, была такая цифра. Да, вы тоже ее слышали. Да, но самое интересное, что 10 лет назад их тоже было 90%. И вопрос такой, если мы каждый год платим за то, чтобы сети менять и обновлять, то почему не меняется эта цифра? Ну, ответ у них очень простой, что тех денег, которые мы платим, недостаточно, чтобы все их заменить сразу. Что вот мы пилим этот хвост у кошки долго-долго и упорно, вместо того, чтобы его рубить. А чтобы рубить, дайте денег побольше, чтобы купить топор или пилу более острую. При том, что это коммерческие структуры. Почему они живут только за счет внешних денег? Почему они сами-то ничего не вкладывают? Они же коммерческие структуры. Они вкладывают. Это так сказать нельзя, что они не вкладывают. Они вкладывают часть прибыли, естественно. Часть у них идет средств заемных, кредитных. То есть в этом смысле возникает вопрос о другой. А что сегодня вот эта вся энергетика? Она на каком уровне развития находится? И возникает вопрос о чем? О том, что вот инновации, которые у нас есть и должны быть в нашей энергетике, к сожалению, мы их не видим в Кирове. Мы вот сейчас начинаем смотреть эти все инвестпрограммы. Мы не видим там, например, перехода от ЦТП на индивидуальные тепловые пункты, чтобы в каждом доме был индивидуальный тепловой пункт. Почему? Потому что с ЦТП четыре трубы надо, а тут только две будет. То есть горячее и обратка горячее будет. Все, две трубы. Целые у нас серьезные такие субъекты, российские федерации, например, Казань, они 100% перешли на ИТП. Попали в программу, попали в программу энергосбережения российскую, получили под это деньги софинансирования и построили, не построили, а оборудовали вот эти индивидуальные тепловые... Чья задача на уровне региона этим заниматься в первую очередь? Я думаю, что это совокупные ресурсы, снабжающие, и министерство, естественно, должно работать в этом смысле. Мы этого не видим. Мы не видим... Вот читаем эти самые... Я хочу сказать, что город заказывал Киров схему теплоснабжения до 1931 года. Да, он получил ее, ее делали в Иваново, эту схему, проектный институт. Вся схема там построена на чем? Опять мы повторяем то, что у нас уже есть. То есть опять, значит, ну, прикинули, что каждый год Киров будет приблизительно вводить там... Столько-то метров. ...домов, столько-то квадратных метров жилья, там, что 300-400 тысяч квадратов будет с центральным отоплением жилья вводиться. Ну и все эти параметры, то все. И опять-опять закладывается та же схема. То есть будут строиться новые районы, появятся новые у нас котельные. Какие-то эти? Квартальные. Мы сейчас построили, смотрите, чистые пруды, квартальная котельная. Рядом ТЭЦ-5. ТЭЦ-5 имеет излишек тепла. Куда оно надевает? На градерню. Кто платит за градерню? Мы. То есть вот эта вот система Нововятск отапливается котельными. Хотя я когда работал ведь в ТГК-5, мы тогда активно это пробивали, что надо сеть от ТЭЦ-5 тянуть в Нововятск с тем, чтобы полностью Нововятск задействовать от ТЭЦ-5. И там, естественно, какие-то нужны были инвестиции, но котельные, которые построили сейчас, они же все ложатся бременем на людей. Вы же, наверное, тоже в курсе дела там. Вот показывали и в программах телевидения, я не знаю, у вас на передаче было это, не было. Вот тогда строят новую газовую котельную, да, и тариф там 10 тысяч. Господи, Коминтерн, по-моему, вот недавно у нас. Да, Коминтерн, конечно, новая газовая котельная. Людям обещали меньшую плату, а на самом деле там плата подскочила. То есть меньшая плата появится через 15 лет, когда котельная окупится. Евгений Сметанин, руководитель региональной группы общественного контроля за формированием и соблюдением тарифов на ЖКХ-услуги при общественной палате Кировской области. Реклама у нас сейчас минута буквально, и продолжим. У нас в студии сегодня Евгений Сметанин, руководитель региональной группы общественного контроля за формированием и соблюдением тарифов на ЖКХ общественной палате Кировской области. Мы как раз говорили о тех, скажем так, странностях, которые мы наблюдаем при формировании тарифов. То есть о вещах, которые очень сложно объяснить, почему именно так происходит и почему это происходит из года в год. Вот какие-то, не знаю, на основании того, что вы изучили, изучали, да, вы с января уже года этого года, да, ведь занимаетесь? Ну, реально с марта. С марта, да? То есть к чему-то уже пришли к какой-то общей картине? Ну, я бы так на этот вопрос ответил. Значит, естественно, что мы вот с сегодняшним заседанием как бы заканчиваем цикл вот таких слушаний и начнем формировать акт проверочный. То есть с выводами некими и оценками. То есть это такой труд коллективный, ответственный. Я думаю, что он будет тоже проходить в два этапа. Первый этап – это мы попытаемся его сформировать, то есть отписать. Потом обсудим у себя. Затем мы его вынесем все-таки на, я считаю, на пленарные заседания общественной палаты, потому что это вопрос такой, ну, непростой. И, естественно, что… На последнее уже заседание палаты? Ну, наверное. Третьего созыва, да? Третьего созыва, конечно, нам в четвертый переходить. Потому что четвертый созыв-то с 26 октября начнется. То есть мы постараемся это сделать до 26 октября. И после этого, наверное, все-таки мы проведем такие общественные слушания. То есть мы пригласим представителей разных структур. Может быть, даже вот в рамках клуба «Что не так?», вот этот, который сейчас есть у нас, да? Который Усенко ведет. Вот, вот, и попытаемся, чтобы вот это наше мнение, оценки и какие-то выводы, особенно предложения, чтобы они носили такой, ну, осмысленный характер. И чтобы они понимались и общественностью, и, естественно, властью. Потому что власть и тоже, она участвует во всем этом. И главная-то цель власти состоит не в том, чтобы каким-то образом они же сами напрямую бизнесом не занимаются. То есть они ресурсоснабжающими организациями не руководят. Там это частные структуры в 90%, наверное. Только небольшое количество муниципальных предприятий есть у нас еще в области. А так, основная цель-то власти — это регулирование. Регулирование. То есть, вот о чем вы и говорите, чтобы правильное было соотношение. И платеж населения за эту услугу, чтобы он был осмысленным и понятным, и экономически оправданным. И, естественно, должен быть экономически эффективным или рентабельным этот бизнес. Иначе все убегут, у нас остановится энергетика. Но, к сожалению, рентабельность энергетики пока, по нашим оценкам, она не высока. Почему? Потому что вы, наверное, сами знаете, что с 2008 года планировалось, что у нас уйдет перекрестное субсидирование. Вы знаете, что это такое, что за население... Предприятия платят как бы частично за население. Да, да, да. И в некоторых регионах оно и до сих пор сохранено. У нас оно сохранено. У нас осталось все еще. Конечно, осталось. И перекрестное субсидирование у нас остается. А напомните, какие цели были, чтобы уйти от него? Ну, цели были повышение эффективности. Повышение эффективности. Конечно, работа ресурсоснабжающих организаций в первую очередь. Ну, и под эти цели и тариф увеличивали. Более того, ведь предприятия и так там несли увеличенный... Это же сказывается на себестоимость продукции предприятия. Это же снижает их конкурентоспособность. Это снижает заработные платы. Это потом сказывается на цене продукции этой. Поэтому... Но мы вот, когда смотрим цифры, то действительно, эти цифры очень такие впечатляющие, что только 46% на 46% экономической обоснованности тарифов. То есть остальные-то все для них убытки. То есть... И постоянно ведь растет нагрузка на бюджеты всех уровней. Что такое? Вот, например, увеличивается тариф. Значит, увеличивается количество людей, которые получают субсидию на оплату ЖКХ. Сегодня это почти 800 миллионов в Кирове. Кировской области, я имею в виду. Значит, ну... Ежегодно органы отчитываются, это все цифры растет и растет. Ну вот я к чему я вам скажу. Субсидирование. За 10 лет, за 10 лет, значит, вот эта субсидия увеличилась в 3,3 раза. То есть сама сумма этой субсидии. Сейчас она составляет 2,5 тысячи средним. Для семьи. То есть видите, какой рост. Значит, вот эти льготы ЖКХ, ну, определенным категориям граждан там, плата увеличилась в 2,2 раза. А это же все ложится на бюджет. На бюджет. То есть люди отдают, бюджет возвращают. И даже банальная оплата за бюджетные учреждения, она тоже растет и тоже на бюджет ложится. Конечно, конечно, конечно. То есть поддержкой, скажем так, вот это ресурсоснабжающих организаций, всем миром мы их поддерживаем. Население платит, значит, по тарифам, да, а бюджет платит еще плюсом ко всему вот такими всевозможными выплатами. Более того, у нас все вот эти, большинство ресурсоснабжающих организаций, особенно в районе, они же получают еще субсидию в качестве добавки до увеличения суммы до экономически обоснованной. То есть там тариф немножко ниже получается, а вот эту разницу оплачивает из бюджета. Разницу оплачивает бюджет. Это опять 400 миллионов почти. Из областного бюджета. Из областного бюджета, конечно. То есть вот вам эта экономика. То есть мы о чем говорим? Что надо повышать, конечно, все параметры эффективности работы ресурсоснабжающих организаций. Вот это задача номер один. За счет чего? За счет новых инновационных элементов развития. И вот читаем это, ну, хотя бы проект даже и этой самой концессии, да, вот Т-плюс. Это же 30-е годы. То есть мы говорим о цифровой революции, которая должна состояться у нас в России. Программа у нас принята. Ну да. Что мы видим в 30-е годы в ЖКХ. А мы не видим даже слова о цифровой революции. То есть трубы по-прежнему будут... Трубы по-прежнему будут раскапывать и варить. И по электронной почте вот вам кубометр услуг. Евгений Васильевич, сейчас времени уже очень мало остается. Вот этот документ, как бы итоговый, который вы там сделаете, обсудите, куда он дальше пойдет? Дальше мы его естественно направим это в первую очередь и губернатору, и министерству, и региональную службу по тарифам. Для того, чтобы какие-то там выводы, оценки, если они с ними согласятся, чтобы они потом использовали в своей дальнейшей работе по регулированию деятельности ресурсоснабжающих организаций. Спасибо большое, Евгений Васильевич, за подробный разбор темы ЖКХ тарифов. Действительно, тема очень непростая. Спасибо. Спасибо. У нас сейчас небольшое... Нет, мы сейчас на новости уходим, да, безусловно. Затем тематические программы и вторая честь мужского понедельника уже после 12.